В Новосибирске состоялся форум «Единой России», посвященный развитию образования и науки. Одним из организаторов выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова. В форуме приняли участие чебоксарские педагоги. В столице республики прошел круглый стол, на котором продолжили обсуждение важных тем. Директора школы и учителя обсудили конкретные проблемы, решение которых позволило бы улучшить учебно-методологическую подготовку образовательного процесса. У педагогического сообщества регионов одинаковые вопросы. Вся документация ложится на администрацию. И когда сегодня мы говорим, что в тех школах, где заместители ведут методическую работу, где они помогают учитель в новых технологиях, он должен быть освобожден от бумаги. Помимо предложения ограничить количество проверок, исследовательно бумажного лакита было сказано и о необходимости ввести в практику проведение межведомственных совещаний с участием образовательных и надзорных учреждений. Педагоги обратили внимание и на ситуацию, когда прием в первые классы ведется по временной регистрации. Таким образом создаются искусственные преференции ряду школ, что недопустимо. Шла речь на круглом столе и о работе дошкольных учреждений. Большинство участников опасаются, как бы в погоне за количеством не потерять качество. Между тем, Алена Аршинова напомнила, что с этого года в Чувашии начнется массовое строительство школ. В сложившихся условиях наиболее остро стоит проблема нехватки кадров. Решить этот вопрос достаточно просто, считают педагоги. Нужно увеличить зарплату учителям. Я ценю очень нашу с вами встречу. Очень здорово, когда у нас есть возможность действительно аккумулировать, наверное, предложения от нас, от сообщества и озвучивать эти предложения. И двигать, потом решать все проблемы, которые есть в сфере образования, те, с которыми вы каждый день сталкиваетесь, которые требуют оперативного решения. Спасибо.